Народ, привет! Помните мой магазин грузовых запчастей, который я пытался возродить? В принципе, я каждую весну его пытаюсь возродить уже на протяжении 4 лет. Но вот этой весной я понял, что нужно его закрывать все-таки и обрывать все концы. В общем, пока он у меня стоял без действия, да, соответственно, у меня капала аренда. Где-то 1400 только за аренду я заплатил за то время, пока магазин у меня не работал. Вот, и в этом году у нас появился свой склад, и я решил, что надо съезжать и пусть это дело складывать в долгий ящик. И, соответственно, уже как-то предпринимать попытки продажи в каком-то другом русле, да. Я тут продавал через Авито, но это дело такое, конечно, не очень-не очень прет там продавать грузовые запчасти. Вот, решил закрыть. Давайте я вам расскажу и покажу, как это у нас получалось. Начинаем большой переезд. Ай! Говорю, большой переезд начинаем. Кошелек. Сегодня мы едем на КАМАЗе заниматься перевозом магазина. АБС сделали. Опять горит. Ошибка двигателя. Все как положено. Это КАМАЗ с 17-го года у нас. Вот у нас добро. Пол КАМАЗа. Еще, наверное, столько же. Самый главный. Главарь. Стоя. В общем, вот все, что осталось после нашего магазина. Четыре года мы тут были. Два КАМАЗа вывезли. Вон, КАМАЗик стоит. Груженый. Вот так вот. Четыре года тут магазин пробовал. Точнее, простоял. И все. Ну, мусор еще приберемся. И закрываем. Ну что, сегодня я за рулем КАМАЗа. Сейчас мы будем в магазин перевозить. На наш склад. Это у нас КАМАЗик. Самый первый. Один из первых. Сейчас мы прогреем. АБС горит. Двигатель. Это нормально. Жгут меняли по зиме. Все пропало. Долго не хватило этого. Дело, короче, на два месяца. И опять все, АБС загорелось. Что делать, не знаю. Говорят, разъемы там разъедают и засолят. Вот такой наш КАМАЗик. Лобовик надо поменять, наверное, да? Четыре года тут у нас вообще не капущие. Ладно, поедем. Ну что, у нас весна наступила. Видите, снега еще много. Асфальт потихоньку сползает. Там вроде латают. А в такую погоду душа радуется. И работать хочется. Вот мы едем куда-то. Поддончиков заехали купить. На выигрыш. Спасибо. В общем, заехал поддон и купил. Ну, чтобы перегружать все эти запчасти. Я второй раз с ним заезжаю. Паренек работает таджик. Он и живет здесь, в вагончике. Я что-то разговаривал с ним. Говорит, сколько получаешь, что-то? 30. Я говорю, и как ты работаешь? Каждый день. Ну, тут работаю, живу. Я говорю, да, за 30-ка. А он колотит, там ремонтирует поддон. Я говорю, да, за 30-ка что-то у нас. Хрен долго пошел. На такую работу. Все строго. Я говорю, поддон и продаж. Сейчас начальнику позвоню. Там узнаю, разрешите. Решили деньги. Молодцы, дисциплина у них хорошая. Мне это нравится. Я говорю, ну, будет кто приедет, если у вас работники нужны. Звони, если что. Они говорят, ну, вот спросим, с марта или с апреля. Разрешат. А разрешат приезжать нашим. Пока никого нет. Вот так вот, ребята. Такая вот жизнь. На трассе живет. В вагончики. Ремонтируют поддон. Ну, работа монотонная. Но, в принципе, без рвачки. Захотел бы, работал. Захотел бы. Мы едем на выгрузку на наш склад. В общем, ребята, два таких КамАЗа запчастей. Вывезли. Ресор. Куча всяких. В общем, все это дело теперь будет храниться вот на этом складе. Здесь мы будем обживаться. Маленько рампу строить в порядок, приводить. Короче, наш новый склад. Сейчас приедут грузчики, будут загружать на поддоны сначала. А потом туда будем закатывать. В общем, два КамАЗа вывезли. Запчастей. А если все продать, можно купить, наверное, новый КамАЗ. Ну, наверное, я так, наверное, утрирую, наверное, нельзя. БУ-60. Вот так вот, ребята, пусть все хранится здесь. У нас будет новый склад. Я вам попозже расскажу о нем. Вот так вот я свою папею запчастями завершаю. Ну, конечно, я не завершаю. Я тут буду все продавать. Продаю на Авито сейчас. Ну, на Авито, что, как бы, все хорошо. Там спрос есть. Но вопрос, вот представляете, как вы рисовываете отправить в другой город? И доставка может быть дороже, чем сама рисовывающая. Вот. Ну, и к тому же, объявление на Авито стоит от 30 до 70 рублей. Представляете, сколько позиций. На этом около 500. И это все дело надо выкладывать. Так что все. Не так просто, как казалось, продать. Так спрос есть. Покупайте. Вот это у нас первая часть. У нее и туда. Барахла. И еще вторая. В общем, такая вот, ребят, история. Любой бизнес, в принципе, рано или поздно прекращает свою деятельность, какой он бы крупный и, так скажем, серьезный не был, рано или поздно все бизнесы закрываются. И самое главное, уметь вовремя выйти из бизнеса, выйти с минимальными последствиями, да, и, соответственно, переключить свое мировоззрение в другое русло. Я, конечно, иногда поражаюсь некоторым людям, да, которые просто так могут легко, там, все продаем, закрываемся, занимаемся дорогим, или машины ставим там, все отдаем и чем-то другим занимаемся. Я, конечно, поражался, что они так, ну, быстро реагируют, молниеносно, да, там, и как-то обрубают концы. Я, конечно, над огонь не способен, я вот всегда до самого последнего все тяну, пытаюсь все это наладить. Может быть, это и плюс, может быть, и минус. В общем, вам, наверное, судить, как у меня получается, делать бизнес или нет. Вот, с запчастями, как вы поняли, сейчас они все на складе. Будем, я сейчас вижу концепцию по продаже в том, что я, во-первых, сделал инвентаризацию, все, пересчитаю, сколько осталось, оставлю определенный прайс-лист и буду подключаться к интернет-платформам такие, как Автопитер, там, Иксор, Иксист, то есть, они же подгружают прайс поставщиков, вот, и, соответственно, им подгружаешь, уже там, куда-то привозишь и у тебя так продается. Потому что торговать через Авито в основном же такими запчастями люди, они просят подобрать и так далее, это все, то есть, сложно, все трудозатратно, ну, смысла мало. Оптика, в принципе, хорошо идет, но вот железки это очень трудно, да, тем более, все тяжести, доставка дорогая, вот, ну, и, собственно, купить оптом что-то желающих у меня не было, ну, хотели там на реализацию, но это все такое дело тяжелое и долго, вот. Так что, такое вот дело, в общем, один вопрос я решил в этом году, который прям меня тяготил, тяготил, там, все это время, вот, ну, кто знает, сейчас цены только растут и запчастями, собственно, это не продукты питания, которые спортятся им, в принципе, ничего не будет и они всегда будут актуальны, цены так раза в три выросли, с той цены, по которой я еще закупал. В общем, ребят, такой ролик, ставьте ваши комментарии, что вы думаете по этому делу, может быть, кто-то мне даст какой-нибудь совет, как запчасти продать, может, кому-то нужны запчасти по японцам, по европейцам у меня есть, где-нибудь выложу прайс-лист, может быть, посмотрите, а то всем не успевают или может через своих продать подписчиков. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok